Добрый вечер дорогие друзья! Итак, Спартак Москва, Литокс Лович из Болгарии. Игра началась буквально пару минут назад, ничего не произошло, ни одного опасного момента пока не было. И Спартаковцы контролируют мяч, они в белой форме, их соперники в оранжевых футболках с черными рукавами и в черных трусах. Составы команды. Команда Литокс, вратарь Витомир Вутов, первый номер, четвертый номер Стефан Колев, шестой Росен Эмилов, седьмой Марьян Тодоров, восьмой Стойча Стоилов, капитан команды, одиннадцатый Димчо Беляков, тринадцатый Николай Димитров, шестнадцатый Димитар Карадалиев, восемнадцатый Игорь Богданович, двадцать первый Веселин Игнатов и двадцать второй Алтын Хаджи. Главный тренер Литокса Димитар Димитров. Очень интересная фигура о тренере болгарской команды чуть позже. Вот сейчас атакуют его подопечные, пас капитана команды Стоилову, он переправляет мяч Эмилову, но удар принял на себя Сергей Гурлукович. Да, сегодня в стартом составе московского Спартака Сергей Гурлукович, а кроме него голкипер, первый номер Александр Феримонов. Сергей Гурлукович играет со вторым номером, а тем временем по флангу атакует Ширко, пас в центр и прерывает эту передачу опытный Стефан Колев. Оплот обороны болгарской команды, четвертый номер. Титов навешивает, мяч отбит, недалеко выбил мяч Веселин Игнатов, но Ширко не сумел нанести удар. И контратака болгар. Лезво начался этот матч, вот атакует Игорь Богданович по правому флангу. Итак, помимо Александра Феримонова и Сергея Гурлуковича в составе московского Спартака, четвертый номер Илья Цымбаларь, капитан команды. Пятый Евгений Бушманов, шестой Дмитрий Ананко, седьмой Василий Баранов, девятый Егор Титов, одиннадцатый Андрей Тихонов, восемнадцатый Дмитрий Парфенов, двадцатый Александр Ширко и двадцать пятый Николай Писарев. Главный тренер команды Олег Романцев. Мяч в руках Александра Феримонова. Дорогие друзья, привыкайте к новым номерам футболистов московского Спартака. Это те номера, под которыми спартаковцы зарегистрированы в Лиге Чемпионов. Они в какой-то степени отличаются от обычных номеров спартаковцев. Димитар Димитров, тренер болгарской команды на ваших экранах. Говоря о номерах, например, Николай Писарев под двадцать пятым номером. Вот такой номер он получил Дмитрий Парфенов под восемнадцатым, Ширко под двадцатым. Под этими номерами спартаковцы будут играть в Лиге Чемпионов. Говорю с такой уверенностью, потому что, конечно же, совершенно ясно, что отыграть пять мячей сегодня болгарской команде не удастся при всем желании. Это понимают все собравшиеся сегодня на матче. Это понимаете и вы, уважаемые телезрители. Впрочем, никак этот фактор не отразился на составе московского Спартака. Олег Романцев выпустил на поле основной состав, боевой состав спартаковцев. Да вы знаете, тренер болгар Димитар Димитров оставил дома лишь тех футболистов, у которых есть желтые карточки. С тем, чтобы они сегодня, не дай бог, не получили еще по желтой карточке. Таким образом, уже в матче Кубка Уэфа, куда в результате своей неудачи вот в этих матчах с московским Спартаком попадает команда Литокс, чтобы в Кубке Уэфа болгары, вот эти футболисты, не пропускали первый стартовый матч. Поэтому вот оставил дома защитника Загорчича опытного, полузащитника Кишишевой сборной Болгарии и полузащитника Симоновича. Все они дома, но тем не менее состав болгарской команды, зато в нем появились несколько футболистов, которые не играли со Спартаком в первом матче из-за дисквалификации. Но по ходу встречи обо всем, в частности, Стефан Колев сейчас бьет штрафной опытнейший защитник. Он пропустил первый матч со спартаковцами и болгарские журналисты во многом склонны объяснять этим поражение болгарской команды. Вот видите, Колев с мячом. Говорят, что не было такого опытного защитника в составе, и поэтому во втором тайме Лович провалился в игре на своем поле, а точнее в городе Бургасе. Просто в городе Лович, откуда происходит команда Литокс, нет достаточно хорошего стадиона для международных матчей такого уровня. Писарев рвется вперед, и вот в который раз уже Стефан Колев хорошо, действительно хорошо четвертый номер страхует своих партнеров. А это Баранов отдает направо Титову, и Титов будет нарежен. Там совершенно один Тихонов, можно бить, и первый мяч в сетке ворот Витамира Вутова. Андрей Тихонов открывает счет в сегодняшнем матче, а общий результат по сумме двух встреч уже 6-0 в пользу московского Спартака. Ликуют болельщики спартаковские за воротами Витамира Вутова на трибуне. Вот смотрите, очень неплохой пас сделал Титов, ну и возникает вопрос, а где же были болгарские защитники в этом эпизоде, потому что, вы видите, и Цимбаларь был на ударной позиции, и Писарев. Вводи мяч к любому из них, и Писарев, и Цимбаларь могли нанести точно такой же удар, какой нанес Тихонов. Тихонов, Тихонов скандирует трибуны, 1-0 в пользу Спартака уже на первых минутах. Хорошее начало. Ну что ж, квалификационный этап заканчивается в Лиге Чемпионов, и следующий этап это групповой турнир. Туда попадают 24 команды. Вот, простите, еще один момент, удар, и только голкипер Вутов спасает свою команду. Чувствуется, спартаковцы настроены на борьбу. Спросит, ну зачем им нужна эта победа? Ну, во-первых, это был бы вопрос дилетантский, наверное, я зря его задаю, потому что футбол есть футбол, профессиональные отношения есть профессиональные отношения. Ну, а кроме того, у Спартака есть прекрасная репутация, есть какие-то обязательства перед болельщиками, а конкретно играть и выигрывать в каждом матче. Кроме того, необходимо, играя в Лиге Чемпионов, вообще в Еврокубках, вот тренерская скамеечка московского Спартака Олега Романцев на переднем плане. И далее Ренат Досаев, администратор Хаджи Спартаковский. Кстати, Хаджи, его однофамилец, есть сегодня и в составе команды Болгарии. Это 22 номер, Алтын Хаджи, 22 номер, албанский легионер болгарского клуба. Вбивают с ног Николая Писарева, снова на газоне. В недавнем матче Спартак крылья советов мы не раз видели, как Николай Писарев лежит на газоне после довольно грубой игры защитников против него. Судья показывает нужные носилки и самое время представить бригаду арбитров. Главный судья Любош Михел из Словении. Собственно, вся бригада из этой страны, поскольку помощниками Любоша Михела сегодня являются Иван Бартош и Владимир Медвед. Презервный арбитр Габриэль Секереш тоже из Словении. И представлю делегат УФА, сегодня это норвежец Тюргве Борнио. Штрафной удар Писарев за пределами поля, но ничего страшного не случилось. Он готов уже войти в игру. Боковой арбитр разрешает ему это сделать. А смотрите, снова на острие атаки. Три открытых форварда московского Спартака. Ну а точнее нападающий Шерко и полузащитники Тихонов и Титов. И опять же, совершенно непонятно, где были болгарские защитники в этом эпизоде. Вот видите Витамир Вутов, 26-летний вратарь. В Болгарии место в воротах Литекса занимал более молодой 22-летний Стоян Ставрев. Но, естественно, после того, как голкипер пропустил пять мячей, вряд ли он мог рассчитывать на то, что Димитар Димитров доверит то место в воротах и в московском матче. Андрей Тихонов на ваших экранах. Именно он на седьмой минуте открыл счет в сегодняшнем матче. И вот снова открывает полевому флангу, а по правому рвется Баранов. Подкат в исполнении Хаджи. Вот этот самый Алтын Хаджи из Албании. 22-й номер, защитник болгарского Литекса. Баранов на ваших экранах. Новобранец московского Спартака пришел из Балтики. А угловой подает капитан Илья Цимбаларь. Промахивается вратарь. Бил по воротам Ширко в угол ворот. И, к счастью, для болгарской команды там оказался защитник Николай Димитров. 13-й номер выбил мяч из угла ворот. Слева фланга будет подавать уже Андрей Тихонов. Разыгрывает пас Горлуковичу. Подача. И мог возникнуть опасный момент сейчас. Вот, кстати, сейчас отметим тот факт, что спартаковцы разыграли этот угловой. Потому что в матче с крыльями Советов, это последний матч спартаковцев в чемпионате России, раз за разом то Цимбаларь, то Тихонов навешивали мячи с углового. И, в общем, ничего хорошего это спартакцам не приносило. И просто хотелось даже подсказать игрокам спартака. Может попробовать разыграть угловой. Как-то более хитро сыграть в этой стандартной позиции. И вот уже сейчас второй угловой. И мы видели, что разыграл Тихонов с Горлуковичем подачу. И могло получиться опасно. Внимание! А вот опасный удар уже по воротам Филимонова. Это бил Николай Димитров. Помните, только что он спас болгарскую команду, выбив мяч из угла своих ворот. И вот уже удар с угла штрафной площадки московского Спартака. И Димитров возвращается обратно в линию защиты. А подавать угловой, потому что мяч задел спартаковца, подавать угловой побежал Росен Эмилов, полузащитник болгарского клуба. Подача. Баранов выиграл сейчас дуэль у Веселина Игнатова. Веселин Игнатов – защитник, который пришел в атаку. Он высокий и попытался пробить головой, но Баранов хорошо сыграл против него. Так вот, Спартаку нужно хорошо сыграть этот матч и по возможности выиграть. Еще и потому, что необходимо набирать очки, приносить очки в копилку, в общероссийскую копилку наших клубов-участников Еврокубков. Потому что, как вы понимаете, как вы знаете, от того, сколько очков будет набрано нашими клубами, зависит количество участников Еврокубков. Филимонов играет неуверенно, выпускает мяч из рук. Ну, частично в оправдании Филимонова можно сказать, что мяч мокрый, потому что до самого начала встречи в Москве шел дождь. Погода, кстати, довольно прохладная. Дождь прекратился только что, но трава мокрая. Скользкий мяч. Но это только частично оправдывает Спартак, что мотаря сыграет. Вот это диспетчер всех атак болгарской команды, Стойча Стоилов. Капитан, восьмой номер. Последите за ним, светлые волосы. Он хорошо видит поле, хорошо играет в пас. После первого матча, когда корреспонденты газет Спортэкспресс спросили Илью Цымбаларя, кого бы он отметил из спартакской команды, он сказал, что может отметить как раз вот именно только Стойча Стоилова, как думающего, мыслящего футболиста. Каким, кстати, является и сам Илья Цымбаларь. Сегодня Илья Цымбаларь капитан Спартака, как обычно, а Стойча Стоилов надел капитанскую повязку исключительно потому, что капитан команды Кириллов по-прежнему отбывает дисквалификацию. За дисквалификацию он пропустил первый матч со Спартаком, и вот по-прежнему в составе его нет. Ананка с мячом. Открывается Парфенов с правого фланга. Неточная передача. Попытались быстро организовать контратаку. Болгары вот все тот же Стойлов с мячом. Видите, какой хороший пас в направлении. Хаджи рвался в атаку. Александр Филимонов с мячом не очень уверенно провел он матч с крыльями Советов. Последний матч московского Спартака в чемпионате России, который завершился со счетом 2-2. Но вратарь, конечно, хороший. Кандидат в сборную России. И любопытно здесь продаются на территории стадиона «Локомотив» различные сувениры, имеющие отношение к спартаковскому клубу. В частности, брелок с изображением Филимонова. Стоит рублей 10-15, по-моему. Когда покупатель, я видел эту сценку, подошел к продавцу и спросил, почему так дорого, продавец вполне резонно заметил. Вратарь-то хороший. Так вот, хороший вратарь Александр Филимонов. Остается ему только пожелать ошибаться поменьше. Сегодня, к сожалению, одну ошибку он уже допустил, выпустив мяч из рук. Помогли защитники в итоге. Исправили его ошибку. Сегодня, кстати, у Спартака точно такой же состав, как в матче с крыльями. Единственное, Сергей Горлукович появился на поле, а Самарони, который играл самарской командой, находится в запасе. Сейчас закончится эта атака болгарской команды. Я представлю запасных футболистов. Хорошо, сейчас Ананко прервал передачу в направлении капитана болгарской команды. Пяткой красиво сыграл Богданович. Три мяча Богданович забил в последнем матче чемпионата Болгарии. За Литокс. Пас на правый фланг. И Милов в центр штрафной площадки Спартака. И Ананко выбил мяч в аут. Все атаки через Стойлова. Вот он борется с Бушмановым. В результате мяч на правом фланге у Димитрова. Смывает мяч над штрафной площадкой Московского Спартака. Снова Стойлов. Пас налево. И удар. Парченов принял на себя удар Марьяна Содорова. Быстро атакует на скоске Спартака. Неточная передача. Кородалиев прерывает ее. Но Тихонов мешался в борьбу. Шмарко. Простите, Ширко. И неточная передача. Я сказал Шмарко, может быть, еще и потому, что вспомнил защитника Волгоградского ротора, что сейчас все у нас мысли о сборной России. Независимо от того, на каком матче мы присутствуем. 5 сентября сборная России играет с командой Украины. И защитник ротора Шмарко один из кандидатов в национальную сборную. Тодоров потерял мяч. Ширко отдает на правый фланг. Здесь Титов. Справа открывается Писарев. Писарев два мяча забил болгарам в первом матче. Титов видел, что Писарев в положении вне игры, поэтому решил сам пройти болгарского защитника. И в результате нарушение правил. Спартакцы пробьют штрафной удар. Так вот, о запасных московского Спартака в сегодняшнем матче. Братарь 22 номер Андрей Сметанин. И далее по номерам 8 Анатолий Канищев. Между тем, получил не только небольшую травму, но и предупреждение 21 номер Веселин Игнатов. Вот смотрим этот эпизод. Там, правда, еще и Колев принимал участие в этом эпизоде. По-моему, он подталкивал в спину Титова. Но предупрежден арбитром из Словении именно Веселин Игнатов. Вот первый номер, внимание. Достаточно опасный момент был. Титов на ваших экранах. Опасный момент был у ворот Витамира Вутова. Так вот, о запасных московского Спартака. Помимо вратаря Андрея Сметанина, 8 номер Анатолий Канищев, 14-й Максим Бузникин, 15-й Мирослав Ромащенко. Восстановился он после травмы. Болельщики Спартака любители футбола знают, что в начале этого месяца Ромащенко вырезали мениск. Но сейчас уже может играть, как сказали спартакские тренеры. Единственное, что пока у него еще не хватает сил на то, чтобы полностью провести игру. Но вот на замену он вполне может выйти. 16-й номер Алексей Милешин, 19-й Самарони и 24-й Робсон. Снова пострадал Писарев в очередной раз. На этот раз грубо сыграл защитник Димитар Хардалиев. Цимбаларь пробьет. Писарев прихрамывает. Запасные болгарского клуба. Здесь голкипер 12-й номер Стоян Ставрев. Как я уже сказал, тот самый, который играл в первом матче в Болгарии. Нападающий 9-й номер Стефан Юруков. Как ни странно, один из лучших бомбардиров, если не лучший бомбардир болгарского клуба. Но в основном вот это его амплуа. Выходить на замену и забивать. Терен выпускает его часто во втором тайме. Перед матчами со Спартаком на предыдущем этапе Литокс прошел шведский клуб Хальмстад. Так вот, в двух матчах, один из которых Литокс выиграл 2-0, а потом во втором матче Литокс проиграл, но правда со счетом 1-2. Так вот, два мяча, в том числе решающий мяч, когда болгары проиграли 1-2. Вот этот единственный мяч у болгар забил именно Стефан Юруков. Но быстро дальше о запасных. 14 номер нападающий Албан Буши. Еще один албанец в составе болгарского клуба. 16-й защитник Васил Киров. 19-й полузащитник Веселин Сарбаков. И 24-й нападающий Луис Карлос Мота. Бразилец. Такое впечатление, что сейчас едва ли не в каждой команде, я имею в виду, и наш чемпионат, есть свой бразилец. Олег Романцев на ваших экранах. В запасе у Спартака Самарони и Робсон. В запасе у Литокса Луис Карлос Мота. Спартак владеется инициативой. Писарев. Пас в направлении Шарко. А здесь может мячом завладеть Тихонов. У самого углового флажка. Димитар Кордалиев выбил мяч у него из-под ног. Тихонов будет вбрасывать аут. Итак, я сказал о целом ряде стимулов, которые должны подстегивать московский Спартак в сегодняшнем матче. Искала репутации московского Спартака в ответственности перед болельщиками о том, что нужно набирать очки в копилку российских клубов. Напомню, что Спартак уже два матча без побед. Поражение в листе и потом ничья на своем поле с командой Крылья Советов. И еще один стимул. Сегодня на трибуне стадиона должен присутствовать Анатолий Бышевец, главный тренер национальной сборной России. И он прилетел из Санкт-Петербурга на этот матч исключительно для того, чтобы посмотреть кандидатов. Спартаковцев кандидатов в национальную сборную. Вы, наверное, помните, что на первый сбор национальная команда Анатолий Бышевец приглашал шестерых Спартаковцев. Тогда Олег Романцев своих футболистов не отпустил сборную. На второй сбор, на матч с командой Швеции сейчас срезается мяч с ноги у Ананка. Может быть опасность? Нет, с нарушением правил атаковал. Все тот же Стойча Стоилов, капитан-полузащитник болгарского клуба. На второй сбор и на матч со сборной Швеции Анатолий Бышевец пригласил уже трех Спартаковцев. Это вратарь Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, защитник, который, к сожалению, получил травму в игре за национальную сборную. И вот до сих пор не восстановился. Сильный ушиб пятки. Пока что он тренируется в составе Спартака по индивидуальной программе. В основном бегает вокруг поля во время тренировок. Вот видите, вот видите Анатолий Бышевец, второй справа в первом ряду. Второй справа в первом ряду внимательно смотрит за Спартаксами, кандидатами в национальную сборную. И был привлечен на матч со сборной Швеции Егор Титов, который из-за того, что число замен было ограничено в той игре, участие в матче не принял. Ну и естественно, кандидатами в сборную остаются и Тихонов, и Цимбаларь, и Ширко. Все они сегодня на поле, естественно, стремятся показать себя Анатолию Бышевцу. Вот Ширко, один из кандидатов в сборную. Неплохой был пас, но нам довольно сложно было к Писареву принять этот мяч, поскольку плотная игра была со стороны болгарского защитника. Пас назад. Холев с мячом. Направо продали его. И Бушманов. Бушманов сыграл. Еще совсем недавно Бушманов был травмирован, но вот сейчас уже второй матч проводит в составе Московского Спартака после перерыва. Очень заметная фигура как в защите Московского Спартака, так, в общем, при организации наступательных действий тоже бесспорно. Баранов бьет. Неожиданный нанес удар с носка поворотом Дитамира Бутова. Мяч пролетел чуть выше перекладины. Это бил Василий Баранов. И по матчам его в чемпионате России мы знаем, что у этого полузащитника хороший удар. Вроде показал сначала защитникам болгарской команды вратарю, что будет бить с левой. И неожиданно подправил себе мяч и нанес удар с носка правой ногой. Кстати, после первого матча болгары пытались опротестовать результат встречи. Во-первых, они считали, что Цимбаларио Спартака не имел права играть, поскольку получил вторую желтую карточку в последней игре Спартака с Интером в предыдущем цикле Еврокубка Кубка Уэфа. И считали, что Василий Баранов, поскольку он был заявлен за Балтику и провел матчи за Балтику, тоже не может играть. Но на все эти протесты Уэфа дал Союз Европейских футбольных ассоциаций, дал четкое разъяснение. Никакого нарушения со стороны Спартака ни в том, ни в другом случае не было. А у нас идет 26-я минута. Тренеры и запасные футболисты московского Спартака на ваших кранах. Спартак, благодаря точному удару Тихонова на седьмой минуте, выигрывает на стадионе «Локомотив» у болгарского «Литокса». Я напоминаю, что общественное российское телевидение ведет прямой репортаж об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ну, пару слов о ситуации в Лиге чемпионов. Вы знаете, что есть восемь посеянных команд, которые освобождены от проведения предварительных матчей. Это Реал, Ювентус, Кайзер, Слаутерн, Барселона, Ланс, Аякс, Арсенал и Порто. Эти клубы, почему у них такие привилегии, любители спорта знают. Здесь учитывается общий рейтинг страны по итогам выступления клубов в различных европейских турнирах. И вот эти страны имеют наивысший рейтинг и могут, их клубы представляют, так сказать, являются массами, посеянными командами, которые освобождены, повторяют предварительных матчей Лиги чемпионов. Ширко атакует. И удар, удар с лету наносит Андрей Тихонов. Тихонов сегодня старается. Одна из причин, о ней я вам уже сказал, присутствие Анатолия Бышевца сегодня на стадионе Локомотив. Спросите, почему Испания представлена двумя командами сразу и Реал и Барселона. Но это понятно. Реал выиграл Лигу чемпионов в предыдущем цикле, победив в финале Ювентус. Вы помните этот матч. Ну а все остальные клубы, которые претендуют на попадание в основной турнир, в групповой турнир Лиги чемпионов, сегодня ведут борьбу за оставшиеся 16 путевок. Ну, есть ряд матчей, которые представляют особый интерес для нас. Например, игра в Праге, где местная Спарта принимает Киевское Динамо. Вы помните, чешские футболисты выиграли в Киеве со счетом 1-0. И поэтому задача у Киевлян достаточно сложная. И для нас также интерес представляет встреча Атлетик Бильбао. Еще один, кстати, футболист. 11-й номер нападающей болгарской команды сравнивает счет. Вот видите его данные на ваших экранах. Димча Биляков. Не разобрались в этом эпизоде спартакские защитники. Проехал по мокрой траве Дмитрий Ананко. В общем, надо сказать, что Биляков очень неплохо его обыграл. И удар просто блестящий. В левый верхний от Филимонова угол. Смотрим еще раз. Ложный замах. Обыгрывает Ананко и бьет верхний угол Биляков. 1-1. Ну что ж, если мы говорим, что в принципе отсутствует интригу этого матча, как у второго ответного матча Лиги Чемпионов, то если брать эту игру вне зависимости от первой встречи в Болгарии, а именно так, наверное, и нужно делать, то интересность встречи представляет довольно большой. Вот видите, как развиваются события. Тихонов открыл счет на седьмой минуте. И вот минут примерно 20 спустя Биляков забил великолепный ответный мяч. Я начал говорить о том, что помимо матча Спарта-Прага-Динамо-Киев представляет для нас особый интерес игра в Испании. Атлетик Бильбао принимает тбилисских динамовцев. В Тбилиси грузинские футболисты выиграли со счетом 2-1, преподнеся сюрприз. Но вот интересно, что там будет сегодня. Хотелось бы и грузинским футболистам тоже пожелать успеха как и Спартаку, как и киевским динамовцам. Ну, чтобы закончить тему Лиги Чемпионов, скажу, что вот 8 посеянных команд. К ним присоединяются 16 победителей предварительных матчей. Таким образом образуются 24 команды и в пятницу жеребьевка. Жеребьевка. Шерко получает мяч от Титова, бьет. Ой, какая ошибка. Все сделал Титов, вывел на удар Шерко, у того мяч срезался. Пытался послать мяч в правый угол, нижний от Витамира Вутова. Не получилось. Итак, в пятницу, уже вот в эту пятницу, послезавтра жеребьевка 24 команд, которые будут раздельны на ваших экранах улыбающийся Робсон, бразильский форвард московского Спартака. Эти 24 клуба будут распределены по 6 группам. Ну, вы понимаете, поскольку грандов вот этих посеянных команд 8, уже имеющих гарантированное место в Лиге Чемпионов, то может получиться так, а вернее, точно получится так, что в двух группах будут по две команды из этой восьмерки. Ну, не будем гадать, кто застанется сопернике московскому Спартаку. В любом случае, как минимум, два соперника по группе будут очень и очень серьезными. Писарев на правом фланге. Стойлов пересекает центральную линию, идет дальше. Парфенов прервал эту передачу. И уже спартаковцы комбинируют на правом фланге своей атаки. Вот это забегание спартаковское, типичное. Титов получил, значит, Баранова. И уже забегает Баранов. Смотрите, как играет Спартак. Подача. Тихонов бьет. И второй мяч московского Спартака в этой встрече. И второй гол Андрея Тихонова. Естественно, в повторе мы все увидим. Итак, седьмая минута Тихонов открыл счет. Двадцать восьмая минута. Беляков счет сравнял. И примерно тридцать первая минута. Вот подача Баранова. Промахнулся Ширко. И тут, как тут Тихонов в падении, послал мяч тоже почти в диет. Ширко и второй мяч. Ширко и единый тянулся. Да, бросают болгарские защитники московских Спартак в своей штрафной площадке. Но, может быть, сказывается общее отношение болгарского клуба, футболистов болгарского клуба к сегодняшнему матчу. Они проиграли первую встречу со счетом 0-5. Особо заботиться об обороне в ответном матче в Москве им не приходится. Они пытаются атаковать большими силами за счет ослабления своей обороны. Ну и вот, что из этого получается. Кстати, вот сейчас защитник Димитров пробьет штрафной удар. Там рвется к воротам Дим Чебеляков один с номер. Автор единственно забитого мяча. Да, вот на табло появляется 30-я минута Тихонов. Итак, на седьмой минуте еще раз повторяю. На седьмой минуте Тихонов открыл счет, на 28-й Беляков сравнял и на 30-й минуте снова отличился Андрей Тихонов. Титов с мячом пас налево Горлуковичу. Но слишком сильно. Не в обиду Горлуковичу будет сказано, слишком сильно для Горлуковича. Это ветеран спартаковского клуба. Будет ему 37 лет в ноябре. Вот это снова Олег Романцев и чуть дальше Ренат Досаев. Который сейчас выполняет функции одного из тренеров московского Спартака. Стойлов. Пас налево и сразу открывается Стойлов. А пас следует Белякову. Пас неточный. Здесь тут как тут опытный Горлукович. Богданович неточную передачу сделал. Вот Горлукович на ваших экранах. Все знают, что в команде его зовут Дед. Соответственно, его возрасту. Парфенов ошибся. Тодоров с мячом. И спартаковцы быстро начинают свою атаку. Илья Самбаларь увидел на левом фланге все того же Тихонова. Тихонов может быть хет-трик. Удар. Тихонов слишком долго раздумывал. Бросился под этот удар болгарский защитник. Ну и к тому же пытаясь вернуть себе мяч Тихонов сфалил. Схватил болгарского футболиста рукой за руку. А это был защитник Димитар Кордалиев. Который так смело бросился под удар Андрея Тихонова. И вот игра быстро переместилась уже на левый фланг атаки Московского простите болгарского клуба. Богданович отыграл мяч назад. Богданович с мячом. Я уже говорил три мяча он забил в последнем матче болгарского чемпионата. Литокс уверенно выиграл у клуба Перин со счетом 8-1. Нарушение правил и будет еще одно предупреждение болгарскому футболисту. И красная карточка естественно красная карточка говорю естественно потому что вы помните Веселин Игнатов уже получил предупреждение в сегодняшнем матче. А вторая желтая карточка равносильно удалению. Защитник 21 номер Веселин Игнатов покидает поле. Нет Стефан Колев на ваших экранах а покинул поле Веселин Игнатов. Баранов успел остановить этот мяч у самой линии ворот отдал назад Тихонову и очень здорово простите Титову и очень здорово пробил Титов очень здорово вот вы сейчас еще раз увидите щечкой прицельный удар в нижний угол 3-1 в пользу московского Спартака не успел среагировать Витамир Вутов а Баранов как здорово сыграл вот смотрите удар такой обводящий удар прямо в притирку со штангой по-моему мяч еще задел Гуцу Стефана Колева по ходу дела вот смотрите еще раз и влетел в нижний угол ворот скользнув по мокрой траве трибуна скандирует уже Титов вот Веселин Игнатов покидает поле удаленный болгарский футболист да я думаю что не весело сейчас на душе у Димитара Димитрова болгарского тренера обещал я вам немного о нем рассказать но это очень такой очень заметная фигура в болгарском футболе благодаря особенно своему темпераментному характеру вот он на ваших экранах сейчас со спины Димитар Димитров его дисквалифицировали по итогам первого матча со шведским Хальмстадом за неспортивное поведение но он просто выскочил на поле и начал обниматься со своими футболистами праздную забитый мяч прямо по ходу матча его дисквалифицировали во втором матче со шведским Хальмстадом сидел на трибуне Димитар Димитров и тоже влиял на ход игры криком и судьи четно пытались его урезонить когда сделали предупреждение он сказал я сегодня простой болельщик вот мой билет но с этим не посчитались и дисквалифицировали его и на первый матч со Спартаком тоже его не было на тренерской скамеечке в первом матче в Бургасе эта история сегодня подробно описывается в Спортэкспрессе откуда собственно я ее и почерпнул вот такая фигура у руля болгарской команды запасные футболисты вот видите Карлос Мотовилл нападающий 24 номер но не весело на скамеечке запасных болгарской команды собственно болгары особо не рассчитывали но не рассчитывали повторяю на общую победу естественно по сумме двух матчей после поражения 0-5 но что-то вот в сегодняшнем матче они хотели сделать и в общем говорили об этом настроены были по-боевому радовались тому что снова в строю их защитник Стефан Колев и что играет еще один защитник Хаджи албанец который был дисквалифицирован в первом матче сейчас Тихонов в положении вне игры вот то что пытались уже несколько раз безуспешно сделать в сегодняшнем матче болгарские защитники а конкретно создать положение искусственное положение вне игры им в первый раз в этой встрече удалось но может потому что меньше защитников у болгар осталось на поле Игнатов удален Карадалиев отправляет мяч вперед в подкате Тихтов выбил мяч в аут Московский Спартак скоро я сравнил состав спартаковцев с тем составом в котором команда играла в матче с Кривими Советов ну сравню состав спартаковцев и с первым матчем в Болгарии те же самые футболисты сегодня вышли на поле только тогда играл Хлистов в обороне сегодня вместо него сегодня вместо него напомню Хлистов травмирован сегодня вместо него играет Сергей Горлукович и тогда в том матче в Болгарии отличились Писарев дважды об этом я уже говорил а также Титов Цамбаларь и Самарони тогда вышедший на замену вместо Ширко но болгарская команда сегодня совсем другой состав по сравнению с матчем на ее поле только 4 футболиста которые играли в Бургасе играют сегодня внимание Цитов получил мяч от Писарева вышел обыграл в артаря не стал бить сам потому что угол был довольно острым отдавал мяч Ширко а можно было перебросить чуть подальше Тихонову не получилось в итоге всего лишь угловой но тем не менее счет уже 3-1 в пользу московского Спартака Витамир Вутов набыл на ваших кранах и у штанги албанский защитник Хаджи Цамбаларь подает с угла поля 5 минут осталось до конца первого тайма Цамбаларь разыгрывает мяч с Евгением Бушмановым получил обратно передачу Парфенов было положение вне игры по мнению бокового орбитра Спартак с этим не согласны свободный удар пробьет Колев 31 год этому защитнику он самый опытный из всех присутствующих на поле в составе болгарской команды напомню у спартаковцев есть такой опытнейший игрок как Сергей Горлухович которому 36 пас назад Ананка здесь открывается Тихонов и Ананка хорошо увидел Тихонова но не учел все тот же мокрый газон я рассказал вам о Лиге чемпионов о том по какому принципу отбираются команды как попадают команды на следующий этап в групповой турнир в турнир сильнейших ну а неудачники предварительного отборочного этапа Лиги чемпионов получают путевки кубок УИФА таким образом болгарский клуб будет участвовать в турнире за кубок УИФА да 11 метровый штрафной удар бесспорно и арбитр Люба Шмихел показывает на 11 метровую отметку это Колев именно он нарушил правила вот посмотрим еще раз Бушманов делает хорошую передачу Ширко пытался выйти на ударную позицию подкат Колева Колев до мяча не дотянулся и сбил штрафной Александра Ширко бить будет Тихонов конечно же Тихонов и не только потому что есть шанс сделать хет-трик он сейчас штатный пенальтист у московского Спартака удар и Тихонов не забивает и вы знаете это какой-то кошмар просто какой-то кошмар дело в том что Тихонов не забил несколько 11 метров после чего перестал быть штатным пенальтистом в московском Спартаке Самбаларь пенальти не бьет у спартаковцев вообще-то бьет Горлукович который сегодня на поле он мог бы выполнить этот удар в общем в какой-то период на какой-то период право бить 11 метров вот видите еще раз тот момент когда Вутов отбил пенальти в какой-то момент поручили стали поручать спартаковцы бить 11 метровый Титову Титов не забил вы помните на последнем минуте матча с Ураланом и вот после этого после этого сказал что Титов сказал что больше пенальти я бить не буду и тогда команда решила все за это время у Тихонова этот комплекс человека не забивающего пенальти должен был ну скажем так рассосаться или выветриться и вот с этого момента сказали спартаковцы после того как Титов неудачно пробил пенальти в ворота Уралана с этого момента пенальти будет у нас бить Тихонов решили спартаковцы на этом успокоились и вот вы видите такая проверка для Тихонова доверили ему 11 метровый выполнить тем более в такой ситуации когда ну чего нервничать команда уже выиграла на выезде 5-0 выиграет сейчас 3-1 есть шанс сделать хит-трик в сегодняшнем матче и Тихонов в общем пробил неудачно конечно отметим прыжок и реакцию Вутова но тем не менее можно было пробить и получше вот такая история с 11 метровыми и Романцеву нужно думать минута добавлена до конца первого тайма ну остается 30 секунд основного времени и вот минута времени добавленного угловой удар подает Стоилов по-прежнему 3-1 на табло Стоилов подает вышел из ворот Филимонов правильно делал что выбивал кулаками мяч мокрый еще раз говорю об этом но не могу сказать что очень что мяч полетел в ту сторону куда хотел его отбить Филимонов а вот уже довольно неумело сейчас комбинировали болгарские футболисты вот пошла эта последняя единственная добавленная минута на правом фланге Баранов Баранов мне нравится сегодня сейчас хорошо сыграл хорошо отдал пас Парфенову Парфенов лежит на газоне его сбил с ног Дим Чебеляков нападающий здесь оказавшийся на левом фланге своей обороны знаете то что лежит на газоне Парфенов это особый случай помните какую травму серьезную травму Парфенов получил в матче с Аланией мы думали что надолго Парфенов выбыл из строя но потрудился очень хорошо как говорят спартаковский врач Васильков быстро быстро снова появился в строю Парфенов и вот сейчас я уже боялся что рецидив травмы но вроде бы все обошлось Баранов отдает Писареву Писарев красиво красиво сейчас обыграл Димитрова но дальше не получилось смотрите в подкате сейчас против Бушманова хорошо сыграл нападающий Богданович и свисток арбитра еще раз добрый вечер дорогие друзья общественное российское телевидение продолжает прямой репортаж с московского стадиона Локомотив ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Спартак Москва Литокс Лович Болгария вы помните в первом матче в Болгарии спартаковцы выиграли 5-0 а здесь у нас сегодня после первого тайма 3-1 в пользу Спартака и так только что начался второй тайм буквально несколько секунд позади и вот опасный момент у ворот болгарского голкипера бил слет у Баранов принял мяч на голову Илья Цымбаларь находясь в положении вне игры мяч летел мимо ворот Николай Писарев на ваших экранах быстро о составах команд кстати замен тренеры не сделали вот у Спартака точно нет замен и по-моему изменений в составе болгарской команды нет тоже и так Спартаковцы они в белой форме вратарь первый номер Александр Филимонов второй Сергей Горлукович четвертый капитан команды Илья Цымбаларь пятый Евгений Бушманов шестой Дмитрий Ананко седьмой Василий Баранов девятый Егор Титов один Стендрей Тихонов восемнадцатый Дмитрий Парфенов двадцатый Александр Ширков вот он сейчас сделал передачу Титову и уже пас назад на Бушманова и так двадцатый Александр Ширков и двадцать пятый Николай Писарев кто может выйти на замену московского Спартака это вратарь Андрей Сметанин двадцать второй номер восьмой номер Анатолий Канищев его появление на поле мы вправе ожидать очень он мне понравился в матче с командой Крыльцоветов вот внимание опасный момент Тихонов великолепный пас сделал Титову Титов простреливал а вот простите я сделал паузу был опасный момент у ворот болгарского голкипера мяч не дошел ни до Ширко ни до Писарева а тем временем диктор по стадиону объявил что все-таки есть одна замена в составе команды Литакс на поле вышел четырнадцатый номер нападающий Албан Буши албанский форвард албанский легионер в составе болгарской команды ну и посмотрим кого он заменил посмотрим уж не Богданович или возможно Богданович потому что тот в общем никак не проявил себя этот нападающий никак не проявил себя в первом тайме хотя на него рассчитывали тренеры особенно после того как я уже говорил в предыдущем матче чемпионата Болгарии он забил три мяча да вот вместо Богдановича на поле вышел Албан Буши у спартаковцев и так могут выйти на поле помимо вратаря Сметанина и нападающего конищева еще 14 номер Максим Бузникин 15-й Мирослав Ромащенко 16-й Алексей Милешин 19-й Самарони и 24-й Робсон Литокс бьет штрафной капитан команды Стоилов подача Писарев с мячом и сильный положение вне игры нет контакты были на своей половине поля вне игры не фиксируется Самбаларь выходит один на один и великолепно забивает мяч ложный замах и переправляет мяч в угол ворот через вышедшего вперед голкипера Вита Мировутова и так на седьмой минуте Тихонов открыл счет на 28-й минуте болгарин Беляков счет сравнял 30-я минута еще один гол Тихонова 34-я минута Титов сделал счет 3-1 и вот в самом начале второго тайма гол Ильи Цембаларя но остается напомнить во-первых что болгарская команда на данный момент играет в десятером поскольку был удален защитник Веселин Игнатов за две желтые карточки в первом тайме и еще в первом тайме 11-метровый назначенный за снос штрафной площадки Александра Ширко не реализовал Андрей Тихонов хорошо сыграл болгарский голкипер Витамир Вутов вот все события первого тайма и главное событие тайма второго на 48-й минуте Цембаларь сделает счет 4-1 ну и состав болгарской команды первый номер голкипер Вутов четвертый номер Колев шестой Эмилов седьмой Тодоров восьмой капитан команды Стоилов одиннадцатый Беляков тринадцатый Димитров шестнадцатый Карадалиев под восемнадцатым номером играл Богданович сербский нападающий Литокса вместо него вышел албанец Албан Муши под четырнадцатым номером двадцать первый номер Игнатов уже его нет на поле он удален как я сказал в первом тайме и двадцать второй номер еще один албанский легионер Алтын Хаджи но если вышедший на поле Албан Муши нападающий то Алтын Хаджи крайний защитник Парфенов отдает Титову Титов не стал делать передачу на фланг Баранову сместился в центр и не очень четко сыграл Цимбаларь и тоже неточная передача Братарь Витамир Вутов на ваших экранах судят сегодняшний матч арбитры из Словении главный судья Любаш Михел ему помогают Иван Бартош Владимир Медвед резервный арбитр Габриэл Секереш делегат УФА Трюбве Борне Итак 4-1 в пользу московского Спартака Напомню первый матч в Болгарии принес спартаковцам победу со счетом 5-0 Таким образом по сумме двух встреч уже 9-1 в пользу команды Олега Романцева Не точно играет братарь болгарской команды собственно спартаковцы таким прессингом вынудили его ошибиться Ширко не воспользовался возможностью Вот хороший сейчас дриблинг демонстрировал и Милов но в итоге поскользнулся и сделал неточную передачу тем более его партнеры были в положении вне игры Титов Ширко Ширко забирает мяч Стоилов кандидат в сборную Болгарии и падает Тихонов я говорил в первом тайме что перед матчем прошел дождь и поле мокрое игроки часто скользят по траве бывает непредсказуемая траектория отскока мяча Хаджи вот защитник болгарской команды прибежал сюда на половину поля московского спартака и так активно пытается атаковать защитников спартаковских Баранов открывается по правому флангу Парфенов получает мяч и навешивает но навешивает прямо в руки в артарю а ведь там был совершенно открыт если Писарева держали здесь два защитника болгарской команды то Шерко чуть подальше был совершенно открыт собственно у меня было впечатление что Парфенов именно ему и пытался мяч отправить просто не получилось подвела техника а вот сейчас на поле выйдет 24 номер нападающий Робсон у московского спартака здесь в перерыве поскольку я говорил что у спартаковцев в запасе два бразильских игрока Самарони и Робсон есть в запасе бразилец и у Литокса это 24 номер Луис Карлос Мото вот они так мирно болтали здесь в перерыве три бразильца встретились обнялись и долго о чем-то разговаривали даже не разминались я собственно даже сделал вывод в том что ни Самарони ни Робсон ни Мото не выйдут на поле во втором тайме не производили впечатления игроков готовящихся к выходу на поле но вот тем не менее Олег Романцев Робсона выпускает посмотрим кого он заменит Парфенов отдает Баранову Баранов Цымбаларю Цымбаларе еще дальше отскок нет игра рукой игра рукой показывает арбитр из Словении Люба Шмихел а Робсон сейчас выйдет на поле и заменит он Александра Ширко так поменяли своих нападающих тренеры болгарского клуба напоминаю вместо Богдановича вышел на поле Буши и вот аналогичная замена в составе московского Спартака под рев просто таки рев трибун московского стадиона Локомотив 24 номер Робсон выходит на поле вместо Александра Ширко сразу занял место рядом с Николаем Писаревым в атаке ну что ж дорогие друзья общий счет как я уже сказал 9-1 в пользу московского Спартака вот Робсон с мячом отдает Писареву Тихонов и Робсон все-таки добивает мяч ворота дальняя передача была на Тихонова Тихонов скинул мяч под удар Робсон 54-я минута 5-1 5-1 скинул на Тихонова Какие-то инструкции, какие-то указания Олег Романцев. Я себе на листок бумажки сейчас перепишу авторов забитых мячей в сегодняшнем матче. Потому что уже скоро не хватит места на табло Московского Союза Локомотива. Вот Робсон прыгает. Нарушение правил. Итак, Тихонов открыл счет. Беляков сравнял. Тихонов забил еще один мяч. Потом отличился Титов, Цимбаларь и Робсон. Робсон. Таким образом, счет 5-1 в пользу Московского Спартака. Так вот, поскольку общий счет стал уже 10-1 в пользу Спартаковцев, можно говорить о том, еще с большей уверенностью о том, что московские Спартаковцы наконец-то попадают в финальный групповой турнир Лиги Чемпионов. Мы помним историю участия московских Спартаковцев в Лиге Чемпионов. Помним 95-й год, когда Спартаковцы весной, просить осенью 95-го года установили абсолютный рекорд Лиги Чемпионов в групповом турнире, выиграв 6 матчей из 6-ти, в том числе у чемпиона Англии Блэкберна. Вы прекрасно помните эти игры. Российское телевидение, общественное российское телевидение их транстрировало. Вот Робсону сейчас не удалось сделать передачу. Помешал на этот раз болгарский голкипер Вутов. Робсон на фланге. Подача. Красиво пытался пробить Писарев. Не получился удар через себя. Самароня разминается по кромке поля. Нет, мяч не ушел. Бал показывает судья. Можно играть. Цимбаларь. Как Робсон активно включился в игру. Горлакович слева. Обыграл и пробил. Так вот, помним 95-й год. Блестящий результат московского Спартака. Потом, увы, футболисты были распроданы по одиночке, как говорится. А то и по парам. Сейчас Самароня выйдет на поле вместо Николая Писарева. И мы помним неудачу уже весной 96-го года. Поражение московского Спартака от французского Нанта. Потом был провал Алании, нашего очередного чемпиона. Был Кавказ-Скалани в матче с Глазго-Рейнджерс. Тоже в предварительном раунде Лиги Чемпионов. Поражение 1-3 в Шотландии. И 2-7 на своем поле. Очередная неудача наших клубов в Лиге Чемпионов. Потом поражение, бесславное поражение спартаковцев от Кошицы. Словацкого клуба Кошицы в прошлом году. Поэтому мы очень рады тому факту, что наконец-то московский Спартак в основном турнире Лиги Чемпионов. Тем более, что специалисты говорят, что нынешний состав московского Спартака нет. Положение вне игры было у Цимбаларя. Специалисты многие считают, что по силе состав нынешнего московского Спартака сравним с составом образца конца 95-го года. Осени 95-го года. Готовится замена и у болгарской команды. Но посмотрим, что будет дальше для Спартака в Лиге Чемпионов. Напоминаю, жеребьевка уже в пятницу. Она определит соперников Спартаковцев в групповом турнире. А там выбор очень и очень серьезный. Я имею в виду потенциальных соперников. Бушманов идет вперед. Нет, отдает налево Горлуковичу. Там еще дальше Тихонов. Но Горлукович решил пробить сам. Вот уже за последние три минуты вторая попытка Сергея Горлуковича пробить поворотом. Отыгрывает мяч назад Стойлок. Аджи с мячом. Его атакует Робсон. Аджи отправляет мяч вперед. В линии атаки, где 11 номер Беляков. Автор 11 номер. Автор единственного забитого мяча ворота московского Спартака в сегодняшнем матче. Так, десятый номер. Десятый номер. Сейчас выйдет на поле в составе болгарской команды. Интересно, что он не числится в протоколе в сегодняшнем матче. Но посмотрим. Вот в тех протоколах, которые нам раздали перед началом матча, десятый номер не значится. Басил Киров. Басил Киров. Он был заявлен под 16 номером, этот защитник. Но, вероятно, какая-то ошибка. Так или иначе, выходит на поле Киров вместо, пожалуй, лучшего футболиста болгарской команды в сегодняшнем матче. Вместо капитана Стойча Стойлова. Стойлов передал капитанскую повязку Димче Белякову. И вот Васил Киров выходит на поле. Десятый номер. Робсон получил мяч, но перед этим сам же нарушил правила. И всем своим видом Робсон показывает. Я заряжен на борьбу, я хочу играть, хочу еще забивать так энергично. Бегает, меняет позицию, постоянно открывается. Ну, что и говорить в составе московского Спартака. Сейчас много довольно, целый ряд довольно неплохих форвардов. И Робсон нужно завоевывать. Право играть в основном составе. Напомню, что в запасе у Спартакцев еще конищев. Гузникин, Ромащенко и Милешин. Две замены уже сделаны. Появились на поле два бразильца, Самарони и Робсон. Причем так же, как и Робсон, Самарони пошел вперед. Вот он сейчас получает мяч и бьет. Очень неплохо сейчас сыграл Цимбаларь. У Цимбаларя не смог Цимбаларь мяч этот обработать. В матче с крылышками Самарони играл на месте крайнего защитника. И, в общем, Олег Романцев остался недовольным его действиями. Сейчас, как я уже сказал, бразильский игрок донял место в полузащите. Вот сейчас активно вступил в борьбу за мяч. Колев. Тодоров. И пас на левый фланг. Подключается в атаку Хаджи. Пас. Но совершенно открытого, вы знаете, Белякова. Там вроде бы перекрывал полет мячу в направлении Белякова Парфенов. Но если бы пас был немножко поточнее, Беляков оставался один на один с Филимоновым. Но пас у Хаджи не получился. И уже спартаковцы. Видите, Робсон сместился на левый фланг. Отдает Самарони. Самарони не точно. Тихонов. Перевод на правый фланг. Блестящий пас Баранову. Баранов. У того справа Парфенов. Баранов уже знает, что Парфенов туда пойдет и не глядя делает передачу. Очень хорошо. Хорошо сыграны здесь эти два футболиста на правом фланге. Парфенов и Баранов. Ведет мяч в игру 26-летний голкипер Витамир Вутов. Вот он вошедший в игру Васил Киров. Бросил аут. Хаджи. И подача. Снова не получилось. На этот раз адресовал мяч Хаджи своему соотечественнику Буши, тоже албанцу. Заходился в штрафной площадке. Но снова у Хаджи передача не получилась. Мы сегодня говорим о Лиге Чемпионов. В связи с тем, что спартаковцы попали в основной турнир. Вот Робса на ваших экранах. Но надо сказать и о той угрозе, которая нависла над Лигой Чемпионов. Я имею в виду проект футбольной суперлиги, которая должна стартовать уже, говорят, в 2001 году. Это проект ряда международных магнатов. Можно назвать имя, например, Сильвия Бергускони. Предусматривает создание вот такой суперлиги. Не все, не весь футбольный мир, скажем, прямо согласен с этой идеей. Речь идет о том, что будет 16, скорее всего. Но еще формула этого турнира окончательно не разработана. Но вроде бы речь идет о том, что 16 богатых клубов получат постоянное место в турнире, который, в общем, подменит собой Лигу Чемпионов. Только 16 других клубов будут бороться по спортивному принципу за выход в эту суперлигу. А 16 клубов, повторяю, в полное нарушение спортивного принципа им будет это место гарантировано. Собираются проводить этот турнир на протяжении всего сезона, с октября по март. Это большая угроза нашим клубам, потому что по соображениям разного характера мы можем оказаться вне этой суперлиги. Здесь и финансовые причины. Здесь и причина, которая заключается в том, что у нас, в общем, межсезонье в это время. Но вот спросите, почему? Ведь было уже секретное совещание в Лондоне, в котором приняли участие 15 суперклубов, которые уже согласились на участие в суперлиге. И вы спросите, а почему вдруг пошли на такой шаг ведущие клубы, что их не устраивает в Лиге Чемпионов? Все дело в деньгах. Очень большие деньги обещаны участникам вот этой новой суперлиги, которая, повторяю, должна стартовать уже в 2001 году. Но сравните, если мадридский Реал, победивший в предыдущем розыгрыше Лиги Чемпионов, получил примерно за свою победу 13 миллионов долларов, тоже сумма приличная, то, по предварительным прикидкам, победитель с этой новой суперлиги в первом же сезоне получит порядка 57 миллионов долларов. Ну, а сейчас называются и вообще умопомрачительные цифры вообще для всех участников. Но, внимание, Тихонов на ударной позиции бьет выше ворот. Ну, а надо сказать, что, в общем-то, УЕФА, вот этот союз Европейских футбольных ассоциаций, сам породил эту ситуацию. И УЕФА сам пожинает плоды своей собственной деятельности. Потому что, в общем-то, УЕФА развратил клубы супер-гонорарами, супер-выплатами за участие в Лиге Чемпионов. И, в общем-то, сам УЕФА пошел на несоблюдение спортивного принципа. Вы знаете, что сейчас в Лиге Чемпионов играют далеко не только чемпионы стран, а ряд стран. Вот по все тому же пресловутому рейтингу получил и второе место в Лиге Чемпионов. А какая же получается эта Лига Чемпионов, если уже играет и команда, скажем, из Италии или из Германии, занявшая второе место в своем чемпионате. Это уже не чемпион. В то же время ущемляются права чемпионов целого ряда других стран, которые вынуждены проходить через внесительный отбор в коллекционном раунде. Вот Робсом бьет выше ворот. Но я позволяю себе отвлечься на вот рассказ об этой общей ситуации, потому что, ну, Спартак раз за разом получает возможность увеличить счет, но куда же больше, уже 5-1. Спартак выигрывает 10-1 по ходу двух матчей. И, в общем, в каком-то смысле уже вот эта вот борьба интерес утрачивает. Тем более, что болгары, по-моему, окончательно смирились не только с поражением, но и с поражением даже вот с таким, прямо скажем, позорным счетом. Так что вот проект футбольной суперлиги существует. И дело это достаточно тревожное. Как я уже сказал, и для УЕФА, как для организации, для Лиги Чемпионов, как для проекта, и для нашего футбола тоже. Суперлига, новая суперлига, заинтересована в суперклубах, с развитой инфраструктурой. Заинтересована в командах, которые могут, которые отвечают большому спонсорскому интересу. Короче, совершенно ясно, что здесь будет отдаваться преимущество представителям французской лиги, немецкой лиги, английской лиги, лиги испанской и так далее. Ну а у нас идет на московском стадионе «Локомотив». Идет второй тайм ответного матча квалификационного раунда Лиги Чемпионов сезона 98-99 годов. Московский «Спартак» принимает болгарский клуб «Литокс» из «Ловича». И вот вы видите, позади 70 минут матча, 20 минут до конца этой встречи. «Спартаковцы» выигрывают 5-1. На 7-й минуте Тихонов открыл счет. На 28-й минуте болгарин Беляков придал интригу этой встречи, сравняв счет. Но потом уже были только мячи, забитые московским «Спартаком». На 30-й минуте снова Тихонов забил гол. На 34-й минуте Титов. Итак, счет стал 3-1. «Самбаларь» уже во втором тайме 4-1. И Робсон на 54-й минуте 5-1. А вот, смотрите, у мяча летает в ворота московского «Спартака». Но словно услышали мои слова болгарские футболисты. И решили показать, что не такие уж они мягкие игрушки, как могло показаться. Сейчас сравняют, говорит мне редактор нашей трансляции Александр Козлов. С достаточной долей иронии и юмора. А мяч забил. Кстати, вышедший на замену Албан Буши. Албанский форвард. Вот мы смотрим повтор этого момента. И еще раз. Подача. И опережая Горлуповича, Буши наносит удар поворотом. А, кстати, передачу очень интересно сделал Васил Киров. То есть комбинацию разыграли два футболиста, вышедшие на замену. Пас Васила Кирова. И Буши забивает второй мяч. 5-2 в пользу московского «Спартака». Это произошло на 71-й минуте матча. Посмотрим, чем ответят «Спартаковцы». Кацимбаларь. Пас на левый фланг. Тихонов. Буши пас на правый фланг. Колев. Понятно, что может быть у московского «Спартака» час. По тому, как складывается сегодняшний матч, учитывая то, что первая встреча не выявилась со счетом 5-0, но может быть такое расслабленное состояние. И все-таки то, что «Спартаковцы» пропускают два мяча не самого сильного клуба, далеко не самого сильного клуба, это настораживает в преддверии основного турнира Лиги Чемпионов. Сразу вспомним ничью московского «Спартака» с «Самарской» командой «Крылья Советов». Тоже были два мяча, влетели в ворота Александра Филимонова. Причем «Спартак» проигрывал со счетом 0-2. Вспомним поражение до этого от «Илистинского» клуба. Все это, повторяю, не может не настораживать. Хорошо Бушманов выводит удар «Самарони». Нерасчетливо действует болгарский голкипер. «Самарони» сместился чуть направо, уже не бил поворотом, делал передачу. Но я думаю, еще будут сегодня моменты у московского «Спартака». Потому что защиту болгарского клуба я уж не могу тем более похвалить. Активные Буши. Идет, идет вперед. Парфенову обыграть не удалось. И пас на левый фланг Тихонову. Вот все то же самое забегание. Никак с ним не могут справиться болгарские защитники. И снова, уже Титов возвращал мяч Тихонову. Удар от ворот. Или, по-моему, даже нарушение правил было со стороны Тихонова. Фалил он против Колева. Да, штрафной удар пробьет голкипер Вутов. Снова пошел дождь. В Москве снова дождь. У нас на стадионе «Локомотив» подходит к концу матч «Спартак» и «Литокс». 5-2. Вот видите, дождь показывает нам эту картинку режиссеры нашей сегодняшней трансляции. Раиса Панина и Ян Садеков. Я должен сказать, я отмечал это уже в первом тайме, что сегодня на трибуне московского стадиона «Локомотив» присутствует главный тренер национальной сборной Анатолий Бышевец. Внимательно присматривается он к кандидатам. Ну, вообще тренеры к кандидатам в сборную. Вообще тренеры Бышевец и представители его штаба посещают все матчи, возможные матчи чемпионата России. Там, где в командах есть кандидаты в сборную. И вот, в частности, результатом просмотра футболистов в последнем туре стало то, что какие-то появляются новые кандидаты. Вот Канищев под зонтиком, нападающий московского «Сатага». Судя по всему, на поле он сегодня уже не выйдет. Вот появляются новые кандидаты. В поле зрения тренеров дополнительно попали московский динамовец Терехин, Смертин из «Уралана», игрок ЦСКА Варламов. Но, впрочем, Терехин и Варламов принимали участие в одном из сборов национальной сборной, уже сборной Анатолия Бышевца. А вот Смертин — это новая фигура, на которую обратили внимание. Сейчас Робсон выходил к воротам. Вутов спас свою команду. Пять минут остается до конца этой встречи. Смотрим еще раз повтор этого эпизода. Совершенно один Робсон получил мяч. Пробил, но в данном случае Вутов вовремя вышел из ворот. Теперь наша сборная собирается в Новогорске. 31 августа будет пресс-конференция. В 12 часов дня. С 12 часов дня до 2 часов. И после этого начнется напряженная подготовка к матчу в Киеве. Команда улетает в Киев 4 сентября в 11 часов утра. И 5 сентября первый отборочный матч чемпионата Европы 2000 года. Общественно-российское телевидение будет транслировать эту игру в прямом эфире. Начало встречи в 8 часов вечера по московскому времени. Напомню еще раз. 5 сентября. Украина-Россия. Интереснейший матч. И потрясающая интрига. Со всех точек зрения. Вот не закончилось бы это все предупреждением Илье Цембаларю. Был удар по ногам сзади. Не нужны сейчас спартаковцам лишние желтые карточки. Учитывая то, что начинаются матчи группового турнира Лиги Чемпионов для Спартака. Да, Спартак вступает во всеоружие. Состав сейчас неплохой подобрался. Вступает во всеоружие в Лигу Чемпионов. Свой журнал появился у московского Спартака. Цветной сейчас вышел первый номер. Хорошие тут программки. В общем, все, что нужно для Лиги Чемпионов. Самарони бьет. Вот неплохо с Робсовым комбинирует. И смотрите как. И пробил неплохо. Снова похвалим болгарского голкипера Вутова. И потом Самарони снова завладел мячом. Попытался продолжить свою же атаку. Хаджи демонстрирует технику. Отдал Тодорову. И Тодоров назад. 5-2. Московский Спартак на стадионе Локомотив выигрывает у болгарского клуба Литекс. Цимбаларь. Там было положение вне игры. Но странно. Тихонов, которому адресовался эта передача, явно не был в офсайте. Может быть, боковой арбитр среагировал на то, какую позицию занимал Робсон там вдали. Назовем это пассивным офсайтом. Ну, наверное, скорее всего. Нарушал правила Парфенов. Быстро болгары пробили. Дождь продолжается. И вот продолжается атака. Киров. Пас направо. Удар поворотом. Филимонов ловит мяч. А это пробил... Не видно там издали кто-то... А это был защитник. Димитров подключился в атаку. Тринадцатый номер. Пробил поворотом. Филимонов на месте. Но я сказал, что у Спартака все в порядке с составом. Даже сравнил в какой-то степени... Ой, какой сильный дождь. Просто ливень здесь на стадионе Локомотив. Цымбаларь бьет. Нет, положение вне игры. Положение вне игры. Цымбаларь не слышал свистка арбитра. Я сравнил даже состав с московского Спартака со звездным составом этого клуба образца 95-го года. Но, конечно, бесспорно, проблема у спартаковцев есть. Неожиданно, уже я говорил в сегодняшнем матче, стал допускать ошибки вратарь Александр Филимонов. Сейчас он был на ваших экранах. Как-то хочется пожелать ему больше уверенности. Но вот досадно, что Хлестов получил травму. Это важная фигура в защите московского Спартака. Хотелось бы, чтобы более активно проявлял себя Канищев. Но, правда, вот в матче с Крыльями Советов, я уже об этом говорил, вышел на замену. И выглядел очень достойно. Я имею в виду не только удар в крестовину, но и вообще несколько эпизодов, в которых Канищев смело шел в обыгрыш и обыгрывал защитников соперника. Радует, что хорошо вписался в состав Евгений Бушманов. Но все-таки, конечно, проблемы есть. Проблемы, которые, может быть, не видны на фоне игр чемпионата России. С, прямо скажем, не самыми сильными соперниками. И на фоне игр, вот, предварительного этапа Лиги Чемпионов. А когда в групповом турнире попадется, скажем, тот же Ювентус или Арсенал и Манчестер Юнайтед, здесь будет уже совсем другая ситуация. Но это все впереди. А сегодня все благополучно. Спартак выигрывает 5-2. Прибавляет эту победу к выигрышу в Болгарии со счетом 5-0. Хорошая результативность. И очки, очки за победу идут в общую копилку российских клубов. Ну, кто не знает, вчера с 50-процентным успехом наша команда сыграли в Кубке УФА. Тоже на предварительном этапе. Московские «Динамовцы» выиграли на своем поле в польской полоне 1-0 благодаря голу Терехина на последней минуте. А вот Ротор, увы, проиграл. Хотя Зернов на 59-й минуте открыл счет. Потом футболистам Цервены Звезды удалось в Волгограде забить два мяча. Ротор выбыл из розыгрыша. Таким образом продолжит свой путь в борьбе за Кубок УФА только московская «Динамо». Ну, а для «Спартака» жеребьевка, напомню, в пятницу. А первый матч в групповом турнире Лиги Чемпионов уже 16 сентября. Замена. Вот своего бразильца выпускает на поле и болгары. Это Луис Карлос Мото, 24-й номер. Сейчас выйдет на поле. Парфенов. Колев с мячом. Пас налево. Хаджи в центр поля. Горлакович активно атаковал 14-го номера Буши, но с нарушением правил. И вот замена. Покинул поле Димча Беляков. Тот самый Беляков, который забил первый ответный мяч в ворота московского «Спартака». Вместо него вышел бразилец Мото. И вот он уже в атаке. Сейчас на поле три бразильца. Два спартаковских. Самарони и Робсон и Мото. Бразилец Мото. Мы видим, что 83-я минута идет матча на московском стадионе «Локомотив». Очень сильный дождь. И еще раз напомню, что болгары в какой-то степени, может быть, это служит оправданием вот их неудачи в сегодняшнем матче. Они продолжают вот встречу в десятером. Еще в первом тайме был удален Веселин Игнатов, защитник. Робсону не удалось обыграть опытного Колева. Хаджи. Есть несколько неплохих футболистов в болгарской команде. Может быть, Литоксу что-то и удастся в Кубке УФА, куда он теперь попадает после этой неудачи. Но, прямо скажем, с московским «Спартаком» сейчас этой команде соперничать сложно. Самарони, на ваших экранах 19 номер. Еще раз скажу, не удивляйтесь тому, что у некоторых спартакцев необычные номера. Дело в том, что в Лиге чемпионов свои законы. И сразу перед началом турнира все команды заявляют своих футболистов под фиксированными номерами. И вот Парфенов, номер 18-й. На правом фланге. Отдает Робсону. Робсон назад Баранову. Баранов комбинирует с Парфеном. В этом случае не получилось. Выбил мяч в падении Васил Киров. И Бушманов переводит мяч на левый фланг Габлуковичу. Но команды доигрывают. Доигрывают сегодняшний матч. Всем все ясно. Бушманов. Парфенов. Титов. В положении вне игры Баранов. Не выпустил сегодня на поле своего лучшего бомбардира. Стефана Юрукова. Болгарский тренер Димитар Димитров. Но, в общем, как я уже не раз говорил, болгары берегут своих лучших футболистов. И, в частности, тех ряд футболистов, которые остались дома, вообще не прилетели на сегодняшний матч, уже для игр в Кубке Уэфа. Мота по флангу делает передачу в направлении Буши. Буши сыграл рукой, пытавшись принять этот мяч. И арбитр из Словении Любош Михел четко зафиксировал это нарушение. Тихонов. Самарони. У меня такое впечатление, что Тихонов, ну, может быть, это только мое впечатление, Тихонов немножко сник после незабитого пенальти, как-то расстроился. Робсон бил головой. Неплохая была комбинация. Титов скидывал мяч головой Робсона, и тот пробил. Но прямо в руки Вутово. Да, вот тоже в преддверии основных матчей Лиги Чемпиона Спартаксу, например, нужно подумать и о такой проблеме, как проблема пенальтиста. Исполнители 11-метровых штрафных ударов видят, что получается. Титов не забивает. Тихонов не забивает. Цимбаларь, как я уже сказал, пенальти бить отказывается. Но вот, может быть, Горлукович теперь возьмет на себя эту функцию. Встречением Баранов пытается открывать по правому флангу Хаджи. Неплохой защитник этот Хаджи в составе болгарской команды. А его партнер по обороне Киров сейчас правила нарушил. Чуть подальше нужно мяч установить, показывает арбитр Михел. Парфенов пас Баранову. Самарони. Горлукович. И назад. Назад Ананка. Горлукович мячом. Вот 4 минуты. Уже меньше 4 минут остается до конца этого матча. Мы не видим, сколько добавил. Сколько минут добавил. А вот сейчас увидим. Вот зажигается табличка. Да, 2 минуты. Табличка в руках Габриэля Секереша, резервного арбитра. И мы видим, что 2 минуты добавил главный судья сегодняшнего матча. Таким образом, ну, порядка 5 минут до конца этой встречи. И 5 мячей сегодня побывали в воротах болгарского голкипера. Увы, 2 гола пропустил московский Спартак. Ну, позвольте себе напомнить автору забитых мячей. Итак, Тихонов открыл счет. Беляков сравнял. Потом Тихонов, Титов до конца первого тайма. Сделал еще 3-1. Во втором тайме Цимбаларь 4-1. Робсон 5-1. И вот на 71-й минуте Албанец Буши счет сократил. Таким образом, 5-2 в пользу московского Спартака. Парфенов. Интересно, какие выводы сделал для себя по итогам этого матча главный тренер национальной сборной Анатолий Бышевец. Но уже скоро будет обнародован состав, список тех футболистов. Завтра, послезавтра будет обнародован список футболистов, которые вызываются на сбор в Новогорск. Сбор начинается, повторяю, 31 августа. Пас на левый фланг. Хаджи с мячом. Мото. Мото сыграл с Киром. Снова получил мяч. Пытается обыграть Ананко. Но Ананко очень хорошо остановил болгарского нападающего. Корпусом забрал мяч. Корпусом преградил ему путь дальше по флангу. Цымбаларь в центре получает мяч. Выбегал из положения вне игры Робсон. Но вот опять та же самая ситуация. Робсон хоть и был в положении вне игры, но он выбегал из офсайда. А вот тот человек, которому мяч был адресован, а конкретно Андрей Тихонов, в положении вне игры не был. Тем не менее поднят флажок арбитра. Но разная, очень разная трактовка вот этой ситуации на футбольном поле. Разная трактовка пассивного офсайда. И вот снова спартаковцы недовольны, потому что боковой арбитр опять поднимает флажок, фиксируя положение вне игры у Тихонова. Мота в центре поля. Оставляет мяч. И сам побежал вперед. Пас неточный. И поскользнулся игрок, делавший передачу. Поскользнулся Баранов. В результате мяч улетел в аут. Вы видите 90-е минута матча на стадионе, на московском стадионе. Локомотив. Просто ливень. Просто ливень. Ливень. Над футбольным полем. Играт мячей в сегодняшнем матче. 5-2. Спартак выигрывает. Самарони. Баранов. Андрей Тихонов оставил Парфенову. Да, Парфенов это находка для московского Спартака. Впрочем, так же, как и Баранов. Очень неплохое пополнение. А может ли это пополнение Спартаку успешно выступить в основном турнире Лиги Чемпионов? Это мы уже довольно скоро узнаем. А вот все та же комбинация. В исполнении Титова даже становится уже смешно. Как до сих пор не смогли разобраться с этой комбинацией защитники болгарской команды. И вот заканчивается эта комбинация точным ударом все того же Робсона. 6-2. Спартак выигрывает. 6-2. Луис Перейра Робсон после передачи Титова, а тому сделал Пастихонов. Спокойно и уверенно отправляет мяч в сетку ворот болгарской команды. Молодцы скандируют трибуны. Эх, как хотелось бы услышать это слово в адрес московского Спартака уже 16 сентября. В первом матче спартаковцев в Лиге Чемпионов. Но там будет все гораздо серьезней. На 5-0 и 6-2 там уже рассчитывать не приходится. Все, одна минута осталась до конца сегодняшнего матча. И желтая карточка. Вот желтая карточка. Кто-то из футболистов наказывается болгарского клуба. Да, это вот Албан Буши, 14-й номер. Но я отметил, что он очень активно включился в игру. Несчастный тренер Димитар Димитров, несчастный тренер болгарской команды Буши. Активно включился в игру и мяч он забил. Но вот видите, сейчас, несмотря на то, что последняя минута матча, все-таки останавливая атаку, спартаковцев сфалил он вблизи своей штрафной площадки. И получил желтую карточку. Снова комбинирует Тихонов и Титов. Тихонов уходит к воротам. Но здесь уже нарушений правил не было с точки зрения арбитра. Колев. Колев снова жестко встречал Тихонов. Тот самый Колев, который сфалил в первом тайм против Ширко. Но вы помните, был назначен пенальти. Тихонов не забил. Да, 6-2 и финальный свисток арбитра. Итак, дорогие друзья, общественно-российское телевидение заканчивает прямую трансляцию с московского судёна «Локомотив». Поздравляем.